Здесь давно эти деревья уже лежат. Они уже обросли мхом. Это место мне знакомо. Кобылка прячется. Это шампиньон лесной. Да, шампиньоны тоже. Вот рядовки чисто белые. Это точно такие же, как дымчато-серые копия. Только они белые шляпки. И в этом месте они всегда бывают. Белых рядовок здесь полно. По чуть-чуть там, 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 там. А они еще только начинают расти. Вот они. Хотя и дождь. Народ в лесу есть. Две тетки вышли из леса. У них были пакеты. Говорят, мы уже второй раз зашли. И оставили те грибы под елкой. Взяли пакеты и пошли дальше. Еще набрали. А это супер зонтик. Это настоящий, хороший, полноценный зонтик. Но я не думаю, чтобы он был червивым. Давно такие мне не попадались. Вот с ним еще рядом маленький. Вот еще один рядом маленький. Прекрасные. Красивые. Шикарные. Ты видишь его издали? Вот такой зонтик. Породистый. Шикарный. Вот какой зонтик. Он очень вкусный. Его можно на четыре части разрезать. Обмакнуть в клятв. Ну, яйцо там с мукой. И пожарить по пару минут с одной стороны, с другой. Так я и сделаю сегодня. И это деликатес получится. Вот эти вот похожи грибы на те, которые кушал мой собеседник по интернету. Очень похожи. Надо посмотреть еще раз то видео. Мне так интересно, как он их кушал. С таким аппетитом. Сырые. Прямо в лесу. Так ему понравились они. Вот это съедобные ушки грибы. Их едят. Вместе с другими грибами они очень даже вкусно. Но не хочется. Вот гриб с трафарию. Саша срезал. А дождик идет. Она еще молодая. Что-то хлопью я не вижу. Сейчас понюхаю. Нет, это не с трафарией. Это душистая говорушка. Пахнет. Ой, как вкусно она пахнет. Я ее забираю. Пахнет анисом. Это не наш гриб, а чей-то чужой. Это тоже не наши грибы.